включил конечно дальше к сожалению придется идти пешком и прошли короче мы поле теперь лес калуга дает добро уже не интересно ходить уже вдоль и поперек уже никогда мы не находили монеты а вот она ребятки и предстал пред ним кощей говорит монете всем привет друзья подписчики гости канала неожиданно короче началась у нас съемка в общем калужские земли прибыли мы калуж на калужские земли это надо еще ребята попытаться блин вот так внезапно начинать записывать ролик мы сегодня вдвоем с товарищем товарищи все очень хорошо знают но изюминка будет в том то что сегодня это будет мистер икс мистер икс это будет не только сегодня но и все три дня нашей экспедиции на данной калужской земле вот мы приехали сейчас свернули калуга-думинич и недалеко не доезжая ушли вправо сейчас я вам покажу какое нам место интересно какое место мы сегодня будем бить копать вот дальше к сожалению придется идти пешком еще чуть-чуть проедем остановились просто перекусить вот но в дальнейшем короче минуя поле дойдем до леса ну и как бы в лесу стояла деревня вот мы я короче вам буду постепенно в общем показывать рассказывать включаться где находимся но фигурировать буду я один вот поэтому короче вот но все самое интересное у нас как всегда впереди братцы вот сейчас мы просто перекусим немножко вот данная дорога данная дорога где еще осталось у нас более-менее какая-то годная дорога калужская вот здесь все по щебенке практически да ну и грунтовых дорог ну здесь везде суглинок только лишь в лесу черноземье встречается как вот у нас а так и поля и все остальное как бы здесь земля не очень хорошая данный участок данный участок леса который вот за этим полем находится он уже более-менее показался вот на спутнике мы сейчас посмотрели ну и короче осталось нам в принципе где-то запарковать машину одеть все обмундирование ну и броситься в бой друзья в нашем хобби без металлоискателя никуда поэтому я вам подскажу где его купить магазин антиквар 32 делаешь заказ нажимаешь оформить и вбиваешь промокод охота за сокровищами который работает теперь вот так забиваешь получаем скидку либо подарок товар падает в корзину заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов которая присутствует на сайте оформляешь заказ и ваш товар уже в пути скидка по промокоду охота за сокровищами работает почти на все сейчас ребята все возможно купи свой металлоискатель уже сейчас потому что сезон в самом разгаре магазин антиквар 32 пожалуй это то что нам нужно так брат мы разбрелись а вот я еще не расчехлялся решил вот здесь вот забазироваться бросил все вот под этим деревом здесь ведь как за куточек такой деревья повалены вот здесь вот пошла вот деревня вся вот эта вот улица вот здесь к низу шел огромный прут раньше был вот он спускался туда ниже вот и переходил в три родника туда дальше вот здесь вот по идее должны быть где-то фундуки сейчас пока проходили видели короче но скорее всего наверное леса копала и прям кирпич но кирпич такой типа погребной слишком для дома это не очень подходило вот но лес пипец я не знаю что здесь как снимать ребят будем ходить показывать ну есть чё поищем найдем чем-то должен найти на двоих то вот находки будем показывать каждый свои ну а в конце общий общий зачет взял я ребята зарядку вот два повербанка и в общем то ну короче хрен его знает где тут заряжать если что они нам обязательно пригодятся вот так же дополнительные аккумуляторы ну в общем все у нас есть приготовились мы на славу взяли термос чая все никак не выйду но ребят когда в новом месте находишься безумно хочется вам столько всего интересного показать вот лес ё-моё представляете куда ни глянь вокруг везде лес зашли в чаще вот так вот вот так вот видите ребят в калужских областях так вот стояли деревни вот так вот потом все заросли лесами были лесные деревья вот но видите как все вот этот овраг вон там он видите выше это овраг этот заканчивается там дальше лес лес короче хрен пойми куда смотрите птицы себе чат осень ладно все без демагогий так ребятки наконец-то первая монетка вот это имперочка это имперочка ребята и это наверное николаевский формат сейчас я их в дубовом видите тут дубе дубишки растут видите сколько дубовых листьев вот сейчас мы их помоем листья они тут на некоторых листьях есть вода вот видите как все здорово можно отмыть двойка год 1888 ни хрена себе а 68 это даже не николаевский это александр 2 охренеть вот от души вообще вот видите монеты зеленые земля смотрите какая вот видите вот в отличие я бы хотел обратить внимание на землю да в отличие нашего от нашего чернозема здесь исключительно даже в лесах суглинок вот такая вот такая вот басня да нормальненько первая находочка годная которую стоит показать на камеру с калужских земель ищем дальше вот и щахты под лист скачал где на советик ребятки советик пошел калуга дает добро вот он он 1956 год товарищ тоже два совета нашел империи пока не отметился вот ну и вот у меня пятачок 56 года ну было видимо здесь деревне в 56 году вот моя вторая монетка я здесь вот хожу по склонам видите вот склоны выше чуть фундуки стояли вот и вот здесь в принципе очень даже ну мало ли мы что-то на горке когда-то катались он видите какая свобода то ходи не переходи а вот у нас там на родине можно так сказать да таких лесов нету но если есть там в них не было ни хрена никогда а вот ребятки наверное первый калужский рубль звонит забывает я сделал короче наушники снял вот и сделал как бы ну как вам сказать короче чтобы души потеют пипец в этих ушах в этих наушниках точнее очень даже теплая погода выдалась о о смотри-ка ребята видите вот вам и пожалуйста рубль нихрена крупная монетка крупная монетка ухты это пятачок братцы это все это сейчас я вам покажу это пятачок 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 пятачевич смотрите как охренеть пятак а да николай наверное пятак пятак серьезный охренеть вот это кончита навратилова ёперный пылесос а вот он смотрите какая годнота отсочавший в земле ля даже налет но вот это я наверно блин рукожоп 1881 год блин он лысый практически ну видно что пятак крупная монетка да нормально так дела идут он смотрите какие овраги братцы видите тогда сейчас сейчас их буду все обивать охаживать я помню короче ну ладно не буду рассказывать а то все расскажу блин смотрим дальше а вот ребятки вот ребятки утраты это я думал сначала короче пластина какая-то там но бывает попадаются от губной гармошки или еще что-то вот а это крест но был по крайней мере когда-то вот такой вот осколочек сзади молитва но это скорее всего такой обычный то есть квадратненький они стандартные девятнаха но жаль что не целый еще одна годнота братцы там по деревом под сухим а вот а я здесь вроде как спускался я иду чайку попить вот ходим уже нормально так пить охота как я вроде здесь где-то он там оврагах походил там короче крестик нашел вот здесь выкопал блин здесь не только землю надо разгребать тут еще это листья и моё здесь смешанный лес здесь там повыше дубочки были здесь вот видите и осинки попадаются там елочки даже есть в этом комке наверно да я не совсем его выбрал а вот она ребятки охренеть смотрите вот она прям на ваших глазах и предстал предкинка щей говорит монете трояк ёперный барабан я думал это с ним медные они короче это 24 год друзья мои трояк 24 есть и раритеты есть и монетки которые стоят не так много но это как правило гладкий ребристый гурт вот здесь гладкий а с ребристым наверняка будет стоить там цена раритет вот потому как ну не бывает такого чтобы гладкий гурт там рарите с раритетной ценой валялся вот это обычно дорогого стоит чтобы разыскать найти и некоторые может быть это пробные были экземпляры которые не выход не выходили в оборот вот я ради интереса конечно могу посмотреть вот данную данное произведение искусства охренеть уже 13 часов 13 минут пипец 13 13 не очень счастливое такое число но я ее нашел в 13 12 наверное так сейчас момент 24 год смотрите ребятки пока на монетку я посмотрю сколько она стоит так но сейчас я вам ее покажу он видите 13 13 пипец с 10 с начала 11 наверное на месте 24 год разновидности видите разновидности о 15 тысяч рублей стоит сейчас мари гурт ребристый видите ребристый гурт 15 тысяч трояк 24 года вот а с гладким гуртом монетка стоит 500 рублей вот я нашел 500 рублей кстати ребят вот видите в земле под деревом ну такая цена может быть будет ей подешевле она видите все же еще как бы не отошла от грязи но отмокнуть ее откиснуть и все получится может быть кому-то повезет окажется у кого-то в коллекции ладно пойду попью чайку а дальше продолжим времени пипец тут дни летят а время точнее не успели приехать уже полдня нету чай в лесу что может быть замечательней особенно в лесу перекусить до после такого обеда братцы вовсе уже не хочется ничего делать вот а хочется просто отдохнуть не пустые отлично замечательно все здорово вот слышите нет вот там 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 вот это проходит трасса калуга-брянск она совсем недалеко от нас находится вот и вот она шумит федеральная трасса украина называется м3 насколько я знаю а мы здесь видите неподалеку но мы здесь здесь в основном я здесь я буду говорить за себя я здесь потому что мы решили друг друга не снимать не показывать а вот а там как говорится догадайтесь сами если конечно кому это надо вот такие вот дела попью чайку братцы и снова в бой николай скорее всего троечка скорее всего да а нет ребят это опять 24 ни хрена ребятки пожалуйста смотрите ля вот мартыновна какая от души вторая трешка за сегодня вот мы опять разбрелись разбрелись по разным местам ищем ищем и находим в конце покажем весь хабар вам я покажу и свой и хабар товарища вот вот такие вот находки блин крупные монеты интересные они в лесу попадаются и совсем не глубоко тоже на склонах ребят вот тоже как бы вот видите чуть-чуть вот горочка вот это блин хороший лес теплый еще самый интересный ветер сюда не попадает за счет того что все закрыты деревьями ну и как бы вообще комфортно ходить даже я бы сказал жарко я еще в рюкзак короче куртку засунул думаю если вдруг мало ли там дождь прихватит дождевик кинул или еще чего так что так ладно ищем так очередная годнота ребятки блин кусок крестика ну смотрите какого вот я вам сейчас покажу ребят кусочек я который нашел утром вот где-то неподалеку я здесь все хожу обиваю эти склоны вот я уже конечно честно не помню вот нет нет это наверно не отсюда ну примерно короче примерно вот этот вот я нашел утром а этот вот только что вот я о каком крестике говорил вот нет это точно не он наверное хотя очень похож вот такие вот они бывают целые вот видите они ломаются просто напросто ломаются и как бы где-то их плуги не щадят где-то их может быть как-то они сами надламываются и потом там перетираются как-то отскакивают но не похоже чтобы здесь распашка и чтобы о какие черви ляка лужки жирные сейчас девчонки наверно там так заверещали вот так вот братцы ищем еще один сигнальчик где-то здесь но это монетка должна быть братцы это должна быть монетка корни в какие-то видите залез в этих кущеряю мое это хорошо блин тут конечно бурелом какой-то одну горка здесь я сейчас покажу вот она вот она ребятки вот она монет она не наглядно я не наглядно я я это опять николай коля здравствуй 1915 год что ли до 15 двоечек выскочил этот сохран конечно похуже вот я говорил о яме вот она на видите прям дерево на ней растет вот кирпич вон там он пониже мне попался и блин постоянно да вот где фундамент там постоянно вот такие вот завалы буреломы видите как завалено все вот приходится между ними вот здесь вот ходить ну вот а это вот что-то выросло но я не могу сказать что это здесь какое-то плодовое дерево это скорее всего яблони вот видите яблони может быть сад был прям за сразу же за фундаментом за домом и наверное вот они попадали хотя но они с такой черный как бы таким стволом дерево с черным вот это похоже на них но я похожу покручусь вот она она ребятки вот охренеть можно смотреть какая находочка это у нас первая пуговицы гирька смотрите какая красавица и все здесь на фундаменте видите обхожу его вот такая вот и тут они есть оказывается вообще по пути такая красавица но она обычная да как бы ну блин просто она первая вот и у нас как бы ну там вот ножка целая все нормально с ней такая тяжеленькая блин от души и советик у меня братцы еще один блин рубил корни здесь вот троячок троячок тысячи после 35 года сейчас посмотрим какого 57 сейчас над дубовым листочком помоем его дубы видите они мокрые и мои все в дубовой рощи вот фундамента вот здесь вот прям на нем стою вот попадается конечно мусор ночью куда без этого ну и на фундучке и монетки но это прям не на самом фундучке это рядом с фундучком 57 год может быть здесь и какое строение стояло потому что так по нашим расчетам деревня раньше пропала так 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 ребятки давно такого не было через минуту снова монитос я его вижу просто уже вот здесь короче я нашел одну советик правда вот здесь вот хреначи царским но это может быть кстати не обольщаться может быть и двадцать четвертый год сейчас мы ребятки вместе позырим позырим ребятки да в штаны напузырим ах ты зараза развалилась все ну короче хотел вам показать седлишко рассыпается все рассыпается она горелая ля монетка горелая видите чернота везде глису глинок а здесь чернота наверно горелая и теле окисел такой у него копейка 1898 год ребят николай 2 1898 года один копей один к 1 копейка что ты нашел брат на калужской земле один копейка так мы ребят договаривались с вами не показывать находки ну то есть как бы находки товарища я показал ну блин пятачок отсадил тоже красавчик вообще вот такой тоже здесь тоже на этом фундучке мог бы он и мне достаться но не достался такая вот годнота сейчас покажу можно почищу здесь как вот зазвучал то как ребятки пору камеру включать что я и сделал короче еле-еле сигнал глубокий тоненький такой ну думаю хрен с ним капнул вот кинул отвал и прям пошел вот видимо как бы сейчас я еще раз проверю если чисто да это монитор с ребят однозначно сейчас мы вот она смотрите вот вот такой вот такой вот такой монитор трояк и оперный барабан трояк 1901 год охренеть или пит не трояк 3 копейки 1901 года часто попадается первый год кстати и двушки и копейки первого года вроде они такие частые гоже так братцы на сегодня все решили мы короче завязать с этим делом поехать если успеем короче еще одно местечко по пути посмотреть потом останавливаться нужно на ночлег а завтра мы с наверно сюда приедем потому что если честно но не ожидали что тут будет нормальная годнота думаю это все выбито перевыбит а здесь видите попадаются даже крупные находки вот отработали нормально сейчас покажу свои находки покажу его так далее короче ну в общем у меня два советика крестик из двух частей части не от друг от друга одна пуговицы гирька две тройки двадцать четвертого года вот они они с гладким гуртом ну и николай пятак трояк двушка двушка копейка но нормально так то есть по империи нормально прошлись вот так что такие вот дела сейчас покажу его находки его находки и в принципе будем наверное сейчас выбираться вот выбираться наверное были да что что цвет вот это у нас ну короче какая-то украшал очка потом какая-то чашечка вот дальше дальше короче мы на почему она меня он мог фокусирует в общем буду говорить то что это 800 1878 год двушка вот он пятак попал в объектив моей камеры вот далее 1903 год копеечка и ну тоже николай 1873 да ну да 1873 трояк вот отработали два дэуса вот один у нас ну короче без наушников 2 мой фуловый но тоже 366 монеток вот как бы вот так от души от души душе душевная ребят спасибо огромное кто посмотрел ставьте лайки пишите комментарии у нас минимум здесь еще будет два ролика постараемся отснять если что если что если что-то будет конечно попадаться но в целом как бы разведка прошла очень даже успешно отработали весь день соц садится ну и как бы порядочно устали хочется быстрее горячего в лупи чего-нибудь чай весь выпили как бы взяли один термос ну да ладно все всем спасибо всем пока до скорых встреч и до следующих серий самое главное подписывайтесь на канал пока пока